26 июня – Международный день борьбы с наркозависимостью и незаконным оборотом наркотиков. Это одна из главных проблем общества в 21 веке. По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, не менее 18 миллионов россиян употребляли эту заразу хотя бы один раз в жизни. О ситуации в Дагестане и мерах борьбы с опасной бедой расскажет Алина Багилова. Из десятка молодых ребят в этой комнате вернуться к нормальной жизни надеются все. Шесть месяцев – стандартный срок реабилитации, но это только минимум. Возможно, некоторым из них придется бороться с зависимостью всю жизнь. Но сейчас все они проходят программу «12 шагов». Какие виды сапога вы знаете? Внешние внутренние. Тут нет личного пространства в принципе. Общение с братьями по несчастью – обязательная часть восстановительной терапии. Ежедневные психологические тренинги, дежурство по дому, молитвы. Выходить, звонить друзьям и даже родителям нельзя. Телефонов и телевизоров нет, но есть живое общение, и братья наши меньше, если станет грустно. Два родных брата приехали лечиться из Москвы. Одному 16, другому 21. На вопрос о том, как вообще случилось такое, почему в дело втянулся младший брат, старшие отвечают, что причина всему – обиды на родителей. А еще то, что младшему якобы доставалось больше внимания. Дурной пример заразителен. Ход шло все. Соль, метадон, ЛСД, героин, марихуана. Юноши признаются – денег на дозу всегда не хватало. Приходилось воровать и грабить. Тяжело очень, и до сих пор, короче, последствия сильные. Чем раньше начнешь лечение, тем лучше. То, что ты говоришь сам себе, завтра я перестану употреблять, это не работает. Мы с моим младшим братом уже год. Я употреблял на протяжении 7 лет, 14 лет. И вот последний год мы с ним говорили, сегодня бросим, сегодня бросим. И это сегодня нас только уводило больше в могилу. Если бы сюда не попали, то, скорее всего, либо были бы в тюрьме, либо на могиле. Уже стали худыми, начали воровать из дома все. И вот так вот. И перестали вообще понимать, где родные, а где чужие. Нам нужны были только наркотики. Причины и истории у реабилитантов разные. Все начинается банально – алкоголь или сигареты. А заканчивается зависимостью и неумением справиться с собственной бедой. Сказать «нет» разрушительному и пагубному влечению. Когда я попробовал, мне стало хорошо. Не знаю, какое-то облегчение в теле, в душе. Никакую боль не ощущал. А у вас была боль? Да. У нас с детства у меня это боль. Потери родителей потом. Последний год-два я начал употреблять тяжелые наркотики. Это героин. Начал колоться. Не знаю, такой образ жизни вел на улице. Хотел показать, что я такой крутой или какой. Страдают от зависимости, как правило, самые близкие. Вспоминать о каждом случае тем, кто столкнулся с этой бедой, всегда сложно. Особенно, когда это касается самых близких. Например, родного брата. Отчаявшаяся женщина признается, что кому только не обращалась за помощью. Но последней надеждой в итоге стал реабилитационный центр. А еще мольба к Всевышнему об извлечении ее брата. Конечно, альхамдурюля, что сегодня он уже два года и шесть месяцев трезвости. Страх, конечно, был и остается по сегодняшний день. И страх уже не за него, а за своих детей. Потому что эта зараза, она... Я столкнулась уже с семьями, с людьми, которые реально принимают и столкнулись с этой проблемой. Поэтому об этом можно говорить много, но ничего хорошего. И, конечно, вина в родителей. В первую очередь нас, родителей. В свое время упущение, да. По данным специалистов, на 70% успешное излечение зависит от того, как поддерживают пациенты его близкие. Поэтому для родственников наркозависимых работает специальная группа психологической поддержки. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ «Махачкала».